Реконструкция распределительных сетей в микрорайоне Светлана была жизненно необходима. Сети давно устарели, имели множественные повреждения, принадлежность многих была непонятна. В рамках Олимпийской программы здесь обновили километры воздушных и кабельных линий, построили 8 трансформаторных подстанций и один распределительный пункт. Но энергетики не останавливаются на достигнутом. Работы по улучшению электроснабжения отдельных улиц района продолжаются. Так, недавно была введена в эксплуатацию новая ТП на улице Пятигорской. Та подстанция, которая стояла здесь ранее, она уже не справлялась с нагрузкой. Из-за этого были и нарекания по поводу качества электрической энергии, и частые отключения. Поэтому с целью разгрузки рядом поставили еще одну ТП-43, вторую секцию шин с мощностью 630 ква. На сегодняшний момент острота проблемы здесь снята. Линии переведены со старой ТП на новую, разделены. Ну и, в общем-то, вопрос качества электрической энергии здесь решен. В данном районе также проведен большой ремонт воздушных линий 0,4 кВт. Теперь электроснабжение жителей улиц Пятигорской, Ализы Чайкиной и Олега Кашевого значительно улучшилось. Сегодня мы продолжаем развитие данного микрорайона в части электросетевого комплекса. Естественно, электрические сети знают о проблемах данного микрорайона. И самая важная для нас задача – это обеспечение надежным и качественным электроснабжением жителей данного микрорайона. Работы ведутся и на других участках. Чтобы сделать более качественным электроснабжение жителей Лысой горы, здесь установили три новые трансформаторные подстанции. Жители уже почувствовали разницу. У нас ужасное было электроснабжение. Входящее было 120 вольт, не больше. Последний год, в связи с тем, что поставили новое ТП, как вы видите, поменяли сети. В той стороне 220-230 вольт даже. То есть, снабжение электроусилилось. Микрорайон Светлана, впрочем, как и весь Сочи, продолжает активно застраиваться и развиваться. А это значит, что работа по улучшению электроснабжения на курорте продолжается.